Продолжение следует... Сослан на планету Земля. Сослан на планету Земля. Сослан на планету Земля. Сослан на планету Земля. Выигрывает хороший парень. Хорошие парни всегда выигрывают. А кто такие хорошие парни? Это те, кто уезжают на закате. Режиссер Майкл Лэнш. Присоединяйся, партнер. Клёво! Похоже, мне понравится этот Додж-Сити Торопитесь, парни! Быстрее, быстрее, пока кости не переломали И я говорю вам, что парни наши настолько хороши, что в других местах их не найдёшь Такой вот наш Додж-Сити О, посмотрите! Пока вы тут сидите, они вам надают по шее Замешкайтесь тут, и вас окружит опасность Понимаете, что я вам говорю? Немного замешкаетесь, и вокруг никого не останется Думаете, что-то может произойти и с баком? Да, произойдёт! Вам лучше поторопиться на помощь, помогите мне! Ой, у тебя проявились индикаторы срочности Я должен поскорее спасти бака Как говорят люди, поспешишь, людей насмешишь Да не, бак — это человек, который в беде, и я должен ему помочь И ты собираешься помочь этому человеку? Это не условие моего наказания? Да, это было так до нынешнего дня Но почему? Да в этом городе драки Мне нужно бежать И снова ты возвращаешься к своим корням насилия Я только пытаюсь влиться в общество Итак, все тихо Мотор Эй, ваш бак вернулся Давайте сюда подходить поближе Я дело говорю Это сделка века Тут! Я тут! Я пришёл, чтобы выручить тебя Снято! Стоп! Стоп! Можете помочь? Эй, нет, всё нормально Оставьте его Мужик наверняка приехал сюда издалека Откуда ты? Издалека О, да он умеет прикалываться Снято! Время, время! Окей, слушай Меня сейчас должны повязать через минуту Эй, Джо Позаботься пока о моём друге Всё нормально Это друг Бак, а ты в порядке? Я в порядке Я на сцене Ощущение усталости Можно мне чашку кофе прямо сейчас? Похоже, тебе нужны колёса Да не Мои ноги в порядке О, да ты прикалываешься Это же город мошенников Мошенников? Да не, мы афёрами не занимаемся Но я могу тебе показать кое-что получше Довольно круто, Бак Я вижу этого парня, работающим и приносящим доход все 36 месяцев Думаешь, он сможет это сделать? Не знаю Давай попробуем Чувак, я покинул Родео Ну, похоже, ты с этим справляешься Я говорил, Трэвис, что мне нравится это место Даже не представляю, как я буду смотреться в автомобильном бизнесе Я-то ладно, но ты Ты же ковбой Да не, Бак, я уже не помню, когда в последний раз ездил на лошади Бак, пора Да, я иду Поболтаем позже Он просит работу, которую обещали ему лет сто назад Ну, если он твой друг Эй, пусть он к нам присоединится Ты его знаешь И мы тоже Неудивительно, что в этом Додж-Сити так много дерутся Посмотрите на эту толпу транспортных средств, собранных вместе Как можно тут жить с комфортом? Похоже, эти большие млекопитающие собираются куда-то двинуть Прямо нет слов Моя лошадиная тарантайка Куда рыпаемся? Стоять! Хорошие кредитные условия Нет бесполезной траты денег Оплата проводится вовремя А говорят, что время летит Джесси, а ты хороший клиент Погнали по порядку О, погоня Клёво Хорошо Номер нравится? Нормальный Кто-нибудь, на помощь! Помогите! Остановись, тупая скотина! Спасите! Помогите! Эй, парень Сними меня отсюда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасите! Спасите! Просто здорово, ковбой! Мне чертовски повезло! Чудеса прямо! Ну, прямо как в случае на Родео. Да! Родео? Ты на Баку работаешь? Не, я прибыл так, как мне показалось, что Баку нужна помощь. Тогда слушай, у нас тут маленькое шоу на Родео, и нам всегда нужны хорошие руки. У меня их целых две. Мужик, а с туфлями-то хреново. Давай возьмем тебе хорошую пару туфель. Да и видок у тебя ужасный. Пошли. Значит, тебе нужно запастись шляпой в 10 галлонов, и все будет хорошо. Шляпа? Не знал, что на ней нужно жидкость возить. Ну ладно, через некоторое время ты начнешь понимать шутки, чувак. Додж-Сити. Прямо как по телевизору. Не совсем. Темп жизни стихает в эти дни. Для меня это хорошо. Привет, папа. Привет, Марк. Джесси, познакомься, это мой сын Марк. Нам для Джесси работенку найти нужно. С животными опыт был, я пересекался с разными созданиями. Знаешь, когда они чистые и спокойные, они одинаковые. Прости нас, Джесси, мы на секунду. Знаешь, Марк, у Бака дела идут в гору. У Бака даже туфли блестят, когда он выходит на Родео. А сегодня мне пришлось поднатужиться, чтобы новую пару туфель купить. У тебя кризис, вот в чем дело. В твоем возрасте это кризис. В моем состоянии жизни. Эти животные ты называешь лошадь? Ужасный дизайн. Ее ноги слишком худые. Да ладно, все в порядке. На самом деле у меня трудности каждый день вставать на ноги. Скакать, как раньше, я не могу. Да ладно. Ты до сих пор мой фанат номер один. Я просто хочу, чтобы все было на своих местах. Знаешь, сынок, так не всегда получается. Не всегда. А ведь Джесси храбрый парень. Да, держись рядом с ним. Кстати, ты-то откуда об этом узнал? Да все просто. Смотрю, как он забрался на Мерли. О, черт. Джесси, нахрена ты влез на этого убийцу? Блин, он, наверное, весь в синяках и переломан. Сейчас посмотрим. Знаешь, этот Мерлин однажды чуть не убил человека. Я принимаю вызов. Папа, он снова на него влез. Ладно, давай вытащим его, пока он совсем не расшибся. Ну, за один раз битву не выиграешь. А, они все починили со времени последней драки. Ты о чем? Я видел, как тут дрались. Я даже не слышал об этом. Соспарилу, пожалуйста. Соспарилу, пожалуйста. Тебе тоже? Я крепкие напитки не могу же пить. Я был в зале Славы Родео несколько лет назад. Выпивка подкосила мои финансы. Извините, а можно автограф? Конечно, чувак. Смотрю, вы уже не появляетесь, как в 60-х. Но скажу вам, вы были лучшим. Эй, ты тоже на Родео? Я очищу столы. Я сохраню это. Спасибо. Послушай, Джесси. Есть стадии, где жизнь принадлежит тебе, а потом все проходит. И ты становишься бывшим. Я тоже бывший. Тоже прикладывался к бутылке. Женщины? Закон? Я дважды был женат, чувак. А теперь иду по жизни сам по себе. Годами. Не знаю, что хуже. Уйти от того, что я знаю лучше всего, или же слушать рассказы парней о том, каким я был. Да вы гляньте, близняшки-соспариллы. Почему бы тебе не оставить нас в покое? И они в настроении. Эй, Трэвис, говорят, ты время от времени околачиваешься на Родео. Где хочешь провести остатки своей жизни? На Майами-Бич? Эй, может, этот паренек тебе даст форы на порочков? Он продержался на этом коне убийцы больше, чем ты смог бы. У лошадки, наверное, ножки подкосились, увидев тебя, крепыша. Я лучше буду крепышом, чем вонючим пастухом овец. Эй, почему бы тебе не почистить мою лошадку? Вали из салуна. Еще один обычный день в Додж-Сити. Парни, давайте я вам поставлю выпивки, и мы все замнем. А может и нет. Дрэвис! Дрэвис! Поехали! Спасибо, шериф, что нас поддержали и подбросили сюда. Да, спасибо вам большое. И прошу прощения за наручники. Ну и кто победил? Никто. Никто не побеждает в таких ситуациях. Запомни это. Сэм снова тут застрял, папа. Его запчасти такие старые. Не знаю, как он ездит на такой развалюхе. Всегда обидно, что не всегда можно прибыть куда-то вовремя. Марк, я думаю, что нам следует дать Джесси войти в колею. Позже увидимся, парни. А ты, Марк, как справляешься? Просто делаю все, что необходимо касательно лошадей. И так же скачу неплохо. Говоришь, как наездник. Я на Родеу с детства. Когда разошлись папа и мама, я остался с отцом. Выбор был трудный. Трудно выбирать между людьми, которые тебя любят. Думаю, отцу поддержка нужна была больше. Он хотел выпутаться из трудностей, но воли не хватало. Он достиг стадии в жизни, когда стал бывшим. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Да нет же, я тоже бывший. А в чем твоя проблема? Мой отец все еще чемпион. Давай, начинай чистку. Ты боец с сильным духом. Жаль, что нам придется быть врагами перед тем, как стать друзьями. Это создание, похоже, раздражено моим появлением. Тоже мне судья. Это оскорбление не поможет тебе вскоре оказаться дома. О, почва богатая минералами, пригодная к использованию, стоит дорого. И ты отвечаешь за этот участок? Да. Очень важный пост. Я тут поизучал ковбоев. И собрал достаточно видео по этому поводу. Мне твои данные не интересны. Но, возможно, ты выучишь урок, когда наденешь черную шляпу. Черная шляпа? Что за черная шляпа? Прекратите огонь. Мы выходим. Прекратите огонь. Мы выходим. Черная шляпа, похоже, отвратительно. Я бы посоветовал тебе стать союзником белых шляп. Они никогда не проигрывают битву. Джесси! У меня есть для тебя сюрприз. Ну, давай, примерь. Да ради бога. Прости меня, Трэвис. Ну, я не удивлен, Джесси. Ты даже принадлежности не взял, чтобы в седле сидеть. Но эта работа гораздо сложнее, чем сидеть в седле. Дамы и господа, настало время Родео. Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Калифорнию, на чемпионат конной полиции Калифорнии. Лучшие ковбои со всей страны приезжают сюда, чтобы принять участие в чемпионате. Как вы можете видеть, приехали ковбои из США и Канады. Со всех штатов, начиная от Орегона до Аризоны. Клево, да? Ты в порядке, парень? Надо улыбаться, когда так говорят, дружище. Видишь того здоровяка? Его сегодня собьют с ног. Каждый, кто скачет в этой стране, заслуживает уважения всегда. Даже темной ночью. О, давай тогда покажем им, здоровяк. Этот город слишком мал для нас обоих. Тогда в этот раз, когда я побью тебя, ты будешь платить. Эй, вы двое, заткнитесь. О, да ну, я как раз пытался рассказать другу о двух забытых именах. Если справишься с лошадью один раз, то будешь чемпионом на всю жизнь. Итак, ребята, у нас сегодня есть особый гость. Сам Бак Макгру. Эй, как дела? Можешь ли ты сегодня поболтать с нами вместе с девчонками? Эти девчонки очень клевые. Настоящие бомбы. И я люблю их. Ну как жизнь? Эй, Трэвис, выглядишь хорошо. Похоже, он уже больше не может взобраться на лошадь. Так и будет своего рода лицом города. Наверняка хочет вернуться на Родео. Эй, Трэвис, мы тут. Смотри, они все еще за тебя болеют. Ты и есть Родео. Смотри, что-то, что-то ухор. А теперь, фанаты Родео, к вашему вниманию, бывший младший чемпион Родео и прорыв года из Калифорнии, Бейкерсфилд, Шелби Плот. Хорошая работа, Шелби. За 9,5 секунд тебе удалось стреножить быка. Почти такой же результат, как у Трэвиса из Сокса, с Калифорнии. А теперь запомни, эти лошади проделают половину работы за тебя. Я свою половину хорошо отработаю. Давай, сделай их, парень. Следующий ковбой, который впервые участвует тут, своего рода старомодный ковбой с простым именем Джесси. Парни, он впервые на арене, поэтому давайте дружно поаплодируем ему. Ух ты! Похоже, у нас есть новый мировой рекорд по сваливанию будки на землю. Думаю, это любимый прием Джесси. Пусть наши помощники установят будку снова и вернемся к Родео. Ему бы не на Родео, а в цирке выступать. Это примитивное оружие требует хороших навыков. Да, мужик. Когда я первый раз выступал на арене, лошадь тащила меня за собой аж пять кругов. А тебе нужно еще практиковаться. Ну что, пришел в себя здоровяк? Хотя они меня чувствуют, но меня не видят. Эти создания более мощные, чем люди. Однако это не мешает людям скакать на них. Анализ данных. Эти создания именуются лошадьми. Скакун, тяжеловоз, ахалтикинец, рысак, ломовая лошадь. Эй, победители! А ну-ка победите на шоу! Тихо, спокойно, внимательно. Будьте осторожны. Чемпион! Секретарь! Рыжик! Мистер Рыжий! Эй, Уолберг, почитай-ка вот это. Она в нижнем углу. Маленькая, одинокая дама оставляет в наследство коту пятнадцать тысяч долларов. Какая чушь? Почему это чушь? А что кот будет делать с пятнадцатью тысячами долларов? Но ему не придется гоняться за мышами в старости. Вот оно. Было время, когда лошади рулили людьми. Видимо, они утратили свою власть, когда потеряли голос. А вот и наш новый участник, который оседлал свою лошадь. Он словно герой боевика. И он упал! Да, наверняка ему сложно быть таким, как Чип Карлтон. Да, похоже, интересное событие происходит у нас сегодня после обеда. А вот и наш еще один претендент на Бейкерсфилд, Калифорния. Который попробует силы с лошадью по имени Зепп. Вот он готовится. Поправляет шляпу. Смотрит вокруг, словно будет дождь. Лошадь на дыбы. Поехали. Шелби Флетт. Бейкерсфилд, Калифорния. Оседлан Зеба. Хорошие ездоки у нас сегодня после обеда. Поправляет, чтобы его поднимать. Ну, как-то играет на дыбу. И, что-то, 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 как рыбе. Вот и шляпе парень за Шелби Флата. Это художественная футбją из Бейкерсфилд будет будет по-тятенцией. Ведь, по-тятенцией, не будет угроменять. В отсутен номер один. Родный Мерлин, в первых шляпках, в первых шляпках, в первых шляпках, в первых шляпках, Трэвис Брэйди! Покажи им, папа! О, бог ты мой! Вы видели, как наездник свалился с лошади? Папа! Поможет ли ему кто-нибудь? Вот это да! Вы это видели? Да, давненько мы не видели того, что тут творится Папа! Папа! Папа, мы просто готовы! Поп Suit на пополам. Попустился. 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 Попустился, что вы уже не видели. Нет, сынок, они не могут смотреть в памяти, кем я был. Я не собираюсь больше выходить и подводить друзей. Или самого себя. Папа! Да ты же хорош как никогда. Да не, сынок. Я прекрасно понимаю, как хорошо ты обо мне думаешь, но мои дни славы позади, и я уже не приношу домой призовые деньги. Мне нужно думать о будущем. И не только о собственном, но и о твоем тоже. Ты вот-вот пойдешь в колледж. Чтобы скакать на Родео, мне не нужно ходить в колледж. Марк, у тебя мозги матери и моя хватка. И если хочешь использовать хватку на Родео, то после колледжа. Я с этим согласен. Папа, не делай этого. Марк, я хочу, чтобы ты помог мне собрать вещи. В общем, я сначала к Баку, и вернусь за тобой. Лучше бы я к матери поехал. Выбор твой, сынок. Это то, что мне нужно. Гроза лошадей будет продавать машины. Машины мощнее лошади в разы. И они принадлежат Баку. Эта лошадь может отца моего покалечить. Но, тем не менее, он останется звездой, сынок. Двести за выходные. Пойду я перетро этот вопрос. Я вернусь за ответом к утру. Наслаждайся. А теперь пошли потанцуем. Выбор твой. СТУК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь я готов за Арканец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА из твоих глаз течет жидкость это знак грусти джесси я только что потерял отца я тоже потерялся резоны на это временное состояние он покинул родео сказал что больше так не может марк твой отец великий воин и всегда будет великим воином он уже прошлое нет мудрый воин всегда знает когда покинуть поле боя я помогу тебе найти его он у бака а клевая этажка дорогой они были готовы на перемещение цену так он им скидку сделал блин я не могу выставить его на улицу но я все больше склоняюсь к тому что он принесет нам еще проблем я знаю как его выставить может продать одну машину несколько раз эй ты ковбой убери лошадь с дороги следуй за машиной ну и что ты думаешь тут творишь скачу на лошади на общественной дороге разве не так вы добираетесь до пункта назначения по общественной дороге но не на лошади же слушай а я тебя на родео вчера не видел да я был на родео ну парни вы классное шоу устраиваете а где ты забрал ее у бака макгру моего босса я конечно все понимаю но это смешно ну давай больше так не делай ну давай больше так не делай Мы должны стать друзьями. Мы должны стать друзьями. Как вы, ребята? Что это было, мистер Трэвис? Мне показалось, что будет прикольно, если лошадь появится. Не думай. И не скачи на лошади. Знаешь, а Марк был прав. Я тут дураком себя чувствую. А это лучше, чем раньше? Ну, это выбор, Джесси. Между тем, что было и никогда не будет. Я часто так себя чувствую. Но я мечтаю уехать домой. Да, похоже, пока ты не завоюешь уважение, домой поехать ты не сможешь. И я точно так же себя чувствую. Я подвел своего сына. Он не хотел, чтобы ты ушел с Родео. Блин, я тоже, но я знал, что я должен это сделать. Даже если это не сработает. У меня до сих пор есть чемпионский пояс. Баг был прав, его у меня никто не сможет забрать. Это часть моего прошлого, которая никогда не изменится. Но это закончено, и с этим покончено, Джесси. Я столько времени провел тут, а теперь это в прошлом, парень. И как я могу на это рассчитывать? Трэвис, это слова правды. Дальше бывшими мы просто быть не можем. Мужик, ты абсолютно прав. Вот дай пять. Джесси, я тебя подброшу. Хочу узнать, что Марк обо всем этом думает. Там есть все, что нужно. Даже правильный цвет. Я не верю, что так быстро ее получил. Я думал, на эту модель есть лист ожидания. Но наша сеть компьютеров позволяет видеть дилерам, что творится по всей Калифорнии. Эта машина дохлая. Что? Ее должны были разобрать на запчасти несколько лет назад. Просто не представляю, как она еще на ходу. Шутник. Эй, Брэдди, скажи своему другу, что я тут новую машину пытаюсь продать. Вот приколист. Джесси, что ты тут несешь? Это же старая колымага. Я видел, как ее утром привезли сюда на тягаче. Ты имеешь в виду на тягаче для машин? Да не может быть. Скорее всего, она просто похожа на нее. Хотя, погоди минутку. Я видел эти модели на складе утром. Эй, Брэдди, ты что делаешь? Что-то с ней не в порядке? Да нет, все хорошо. Так, обычная проверка. У этой машины пробег более чем две мили. Мистер, это не новая машина. На вашем месте я бы не стал ее покупать. Я сейчас все выясню. Тут что-то происходит. Думаю, это мастерская по ремонту. Что такое мастерская? Что там? Не твое дело. Эй, я же сказал, отвали, ковбой. Ты прав, Джесси. Что-то тут не так. Думаю, вам следует это обсудить с Баком. Итак, Трэвис. Говард хочет машину, которую не хочет ждать 8 недель с фабрики. Таким образом мы переделываем старые машины. Никто не пострадает, кроме страховых компаний. То, как я это вижу, Бак, что это всего лишь шестяные коробки. Когда же ты проснешься? Когда ты, наконец, взберешься на самую высокую лошадь и посмотришь на мир, это нереальный мир. А ты еще один слезняк со змеиным языком. Хочешь еще что-то узнать? Мой сын тоже засек кое-что из твоих махинаций. Трэвис. Я связан с крутыми ребятами. Думаешь, они позволят тебе просто так вот уйти? Ты можешь пришить нас, если хочешь, старый друг. Надеюсь, ты не пойдешь сразу к шерифу. Пошли, Джесси. Останови их! Джо, чего развалился? Вставай! Вставай! Трэвис, давай на лошадей. Да, я тоже хотел тебе это предложить. Мы друг друга понимаем. Давай им покажем то, что они никогда не видели. Давай, отрываемся и едем ко мне короткой дорогой. Срезаем. Срезаем. Ты великий воин. Ты можешь обогнать ветер. воды. Заяк. Срезаем. Вesisко. В começом. Я говорил тебе, Джесси, практика сделает тебя совершенным. А теперь я готов к большому быку. А вот вы где. Знаете, сколько машин нужно продать, чтобы чувствовать себя превосходно в солнечный день? Нет, Шелби, откуда? Но я узнаю. Парни Гарфилда спрашивали, можно ли еще машину дилеров набрать. И ты согласился. Ну знаешь, нужно что-то говорить, потом что-то делать, чтобы примерить цапоги Трэвиса. Спасибо, Шелби. О, блин, опять начинается. Видимо, не хочет он, чтобы кто-то снова сидел на его спине. И здесь больше бывших не будет. Буду скучать по тебе, братуха. Спасибо. Да, мой друг. Мы два старых воина, которые объединились вместе. Очень сложно сказать прощай. Остаться я не могу. А ты не можешь пойти со мной. Но как-нибудь однажды мы попробуем пересечься снова. Если бы у меня был выбор, где остановиться на этой планете, почему бы мне не остаться в Додж-Сити? Это бы не было наказанием. Тебе бы слишком это нравилось. Было время героев. Очень простое время. А сейчас сложно сказать, кто носит белые шляпы, а кто черные. Шляпы важны в этом обществе. У людей есть пословица «Твой дом там, где твоя шляпа». У ковбоя нет дома. Как я, он бродяга. Но ведь у тебя есть дом. И если ты выполнишь условия своего наказания, однажды ты вернешься. Тогда, наверное, это не очень хорошо, быть ковбоем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Hiskade и Зальежербург